На плацу Академии ФСИН России состоялось театрализованное представление, посвященное 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Курсанты вуза перед зрителями показали в реконструкции подвиг героя Советского Союза Александра Матросова, молодого солдата, который закрыл своим телом фашистский дот, чтобы его товарищи могли продолжить наступление. Далее перед ветеранами войны выступали уже девушки-курсанты. Они прошли пешим строем под известные и любимые песни военных лет. Ну а далее с показательными номерами выступали спецназовцы службы исполнения наказания Рязанской области. Они демонстрировали приемы противодействия при общественных беспорядках, а также отдел спецназначения «Росич» показал слаженные приемы при возникновении возможной боевой обстановки. Примечательно, что на нынешний праздник, помимо ветеранов войны, пришли семьи сотрудников Академии ФСИН России. Ребята осматривали технику и вооружение, а для детей помладше устроили конкурс рисования мелками на асфальте. Но, конечно, главные герои праздника – это ветераны войны и тружники тыла. Для них разбили палатки и накрыли фронтовую поляну. Я с первого дня создания этой школы. Подобных вещей не практиковалось. Работали и отдыхали. Но так не было. Сегодня я не только удивлен. Я рад, что я под конец жизни оказался в таком коллективе. Конечно, это важно для ветеранов. Они должны сегодня видеть, что мы ценим, во-первых, их подвиг. Но я на протяжении нескольких дней говорю, что они совершили не один подвиг, а множество подвигов. Это подвиг в войне, это подвиг по восстановлению разрушенной страны, подвиг по воспитанию своих детей и внуков. И сегодня один факт тот, что они живы, находятся рядом с нами, принимают участие в воспитании молодого поколения – это тоже подвиг. И мы сегодня всячески хотим, чтобы они каждый год совершали подвиг и встретили еще не один, а многое количество дней победы. 5 мая в Дворце культуры Приокске были накрыты столы и выставлена полевая кухня. Из динамиков звучали песни военных лет. Специально для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла был проведен концерт. Звучали поздравления, приветствия и теплые слова. Ежегодные встречи в преддверии Дня Победы традиционно собирают фронтовиков и тружеников тыла. В неформальной обстановке гости смогли пообщаться, вспомнить былые времена своих товарищей. И, конечно, не обошлось без цветов и подарков, и трогательных слов самих ветеранов, которые не только принесли нам победу, но и продолжают трудиться на благо Родины и в мирное время. Побед нам досталось нелегко. Мы нас стреляли, нас бомбили, нас танки мы давили. Но все, солдат нас выдержал. Зачизна мать. И вроде не выдержали, повернулись пять. Слава нашему главному герою, советскому солдату, это он сумел одареть лютого врага. Слава его на долгие годы, слава на яка.